Воскресный день, дорогие братья и сестры! После крещения Господня 22 января в этом году Святая Православная Церковь совершает память святителя московского митрополита всей Руси Филиппа. Он жил в XVI веке, происходил из знатного рода боярского Колочевых и с юных лет имел склонность к молитве. И эти добрые нравы, которые передали ему родители, привели его к монашеской стезе. Он ушел из Москвы и направил свои стопы на север. Он стал послушником, потом монахом знаменитой Соловецкой обители. Он ушел далеко из Москвы, потому что искал совершенства и святости. Этот святой близок к нам, потому что, став святителем всея Руси, митрополитом московским и всей Церкви Русской, перед тем он подвязался на севере в славных, суровых, благодатных святых Соловках. Он стал игуменом, потому что братья оценили его добродетель, ревность, мудрость, без которой невозможно совершить ничего доброго, особенно невозможно управлять людьми, не властвуя над ними, а побуждая собственным примером идти к совершенству. И вот таким человеком, таким подвижником, строгим аскетом, мудрым и одновременно милостивным, строгим к себе и добрым другим и был святитель митрополит Филипп, когда он подвязался в монашеском чине в Соловецкой обители. При нем она расцвела, при нем она поднялась, став форпостом веры и благочестия во всех пределах Северной Руси. И сейчас мы за каждым богослужением, за каждым всеночным деньем воспоминаем основателей этой обители, именуя их святыми отцами нашими, потому что их попечение распространяется на все Поморье и на Ашизополярную Тундру. Когда святитель Филипп главенствовал, игуменствовал на Соловках, обитель преобразилась. Он построил величественные соборы, знаменитый Преображенский каменный храм, он украсил обитель многими иконами, он поднял ее в хозяйственном отношении на невиданную высоту. Благодаря митрополиту Филиппу на Соловках была устроена целая система озер, сообщавшихся между собой. Это было бы воистину чудом даже для современного человека, привыкшего все мерить техническим совершенством. Соловки были действительно удивительным местом, которое соединяло в себе святость, подвиг, совершенство земной жизни. Соловки пребывают таковыми и сейчас, храня благословения своих основателей и благословения своего игумена Филиппа. Он был участником знаменитого Стоглавого собора при митрополите Макарии и Иоанне Грозном, который еще и тогда не именовался Грозным, который тогда еще был послушным воле Церкви и следовал благословению святителя московского Макария. Царь заметил его, и память об этом подвижнике не оставляла государя. Потом он побудил его принять бразды правления русской церкви и стать митрополитом. Но будущий святитель поставил условия. Он не соглашался исполнить волю царя, который учредил опричнину, разделил государство и в непослушании Матери Церкви творил многие злые дела. Не останавливаясь перед казнями, пытками и другими неистовыми деяниями, обращавшему русскую землю. В конце концов, он разумел, что ему уготовано быть ходатаем и молитвенником за русскую землю и принял митрополитчий престол не как великую честь, а как великий крест служения родной земли, служения народу Божию и русской церкви. Прошло немного времени, всего два года, и митрополит Филипп, обличавший злодеяния царя, неправды, творившиеся в государстве, злодеяния, перед которыми не останавливался царь, переставший следовать закону Божию, митрополит Филипп вызвал гнев самодержца. Митрополит Филипп не убоялся царского гнева. Он избрал путь следования божественной правде. Этот путь всегда требует жертвенности, всецелой преданности воле Божией. Она сопряжена с бесстрашием перед владыками мира сего. Митрополит Филипп горячо молился о своем отечестве, о нашей Руси, о нашем народе, о святой церкви. И Бог соделал его святой жертвой. Царь, видя, что этот старец следует более воле Божией, нежели его хотением, удалил его с престола, причем с позором, опричники, облегшие его в рубище, пресекли торжественное богослужение в Кремле, в Успенском соборе, и с позором изгнали его с кафедры, удалив в монастырь, где он и приял смерть от царского слуги. Малюта Скуратов пришел в Отроч, Тверской монастырь, в келью изгнанного, находившегося в опале святителя, якобы прося благословения перед уходом в поход на войну. Он задушил святителя, который всей своей жизнью обличал не столько царя, сколько неправду человеческую, всегда восстающую на правду Божию. И что же? Эта правда человеческая не восторжествовала над святым. Смерть святителя Филиппа Московского и Всеруссии, всероссийского пастыря, стала печатью его святости, что он до конца прибыл служителем Божиим, не склонив угодливо своей главы и не подав пример русским православным людям недобрый следование воли человеческой более, нежели воли Божией. Он подал пример другой — быть всегда на стороне божественной правды. А об этой божественной правде возвещает нам наша совесть. И эта совесть говорила и царю, но он попирал ее и приходил в ожесточение. Эта совесть укрепляла глаз Божий, совесть святителя укрепляла его в восповедническом подвиге. И святитель Филипп стал навсегда символом святости, благочестия, всецелой верности Богу. Мы молимся ему, потому что этот подвижник и всей России, Святой Руси и Северной Руси, устроившей, благоустроившей, поднявшей на новую святость, древнюю обитель Соловецкую, в которой совершается и ныне молитва за всю Северную Русь и за все наше Отечество. С праздником, с Днем памяти, святителя митрополита Московского и всей Руси Филиппа. Субтитры создавал DimaTorzok